Музыка Городской голова собирал 16 депутатов, как ни старался, 3 часа шло это собрание, не нашел поддержки в этом вопросе. Поэтому они таким образом решили его снять, более того, снять незаконным образом, потому что инициатор этого вопроса сам Игнатовский по собственному желанию. Где его заявление о том, что он отзывает свое заявление, о том, что по поводу этого вопроса он тоже никак не комментировал этот вопрос. И в конце концов, понимаете, когда Игнатовский сказал на предыдущей сессии, спасибо депутатам за доверие и прочее, я ухожу сам. Так вот, не спасибо депутатам за доверие, а спасибо мэру за поддержку Игнатовского и за то, что он упирается руками и ногами, о том, чтобы все-таки человека, который на сегодняшний день с запятнанной репутацией и по многим вопросам, вопросам очень серьезные, которые сейчас рассматриваются в правоохранительных органах, не может занимать такую должность, понимаете, он должен как минимум быть отстранен до результатов окончательных расследований, до решения суда и так далее. Вот, он изъявил желание уйти сам, в конечном итоге это стало предметом какого-то торга, я так понимаю, для себя, с депутатами, предметом оказания какого-то давления. Это давление не возымело желаемого результата, поэтому от этих вопросов городской голова решил отказаться таким образом, снять их рассмотрение. Более того, еще и не зарегистрировали, как бы, мой дополнительный вопрос о снятии Игнатовского с должности секретаря, потому что этот вопрос не ставился, вы сами знаете почему, что к сессии, когда мы готовились, мы рассматривали на всех комиссиях его заявления, рассматривали проект решения и собирались за него голосовать. Понимаете, вот какова ситуация. Более того, еще не включили на голосование в повестку дня мое решение вместе с остальными дополнительными вопросами, хотя оно точно так же было в такие же строки подано. Это, ну, что тут комментировать, тут нарушение закона, как только можно, так его и нарушают, так и манипулируют регламентом сессии, депутатами, и с этим пора заканчивать в конце концов. Ну и самое главное, что по результатам этой сессии ясно, это то, что мы видим теперь, кто стоит за сохранением должности господина Игнатовского как секретаря совета. Городская голова стоит и несет, соответственно, за это ответственность. Мы постараемся собрать сессию по инициативе депутатов, постараемся, однозначно будет подан вопрос о его отставке и на очередную сессию, таковая однозначно тоже будет. Однозначно мы ситуацию не оставим в том состоянии, в котором она есть, потому что она требует незамедлительного решения. Ничто не замнется, ничто не забудется. Городскому голове в этом отношении парламентный привет. Мы не забудем никакие коррупционные деяния ни прошлого чиновников, ни текущие, а текущие уже тоже есть. Шла речь о том, что на минуточку на сегодняшний день есть подлог документов. Есть решение, которое проголосовано, а оформленное решение другое, туда не попал земельный участок, понимаете. И это тоже находится в ведении господина Игнатовского, понимаете. В его ведении, в его сфере ответственности. Человек, который имеет традиции работать, нет в соответствии с законом, продолжает работать точно так же дальше. И то же самое делает, к сожалению, наш городской голова. По тарифам рассматривался объем компенсации жителям города в соответствии с повышением тарифов и так далее. Тем самым власть призналась все-таки, что она не просто переходит на двухставочный тариф, а тариф повышается, он по факту повышается. Повышается значительно, минимум на 30%. Мы соответствующие расчеты озвучивали, предлагали депутатам и знакомили их с ними. На сегодняшний день власть лица городского головы, секретаря, они утверждают себе большие зарплаты, стопроцентные премии, надбавки и прочее. Понимаете, утверждают себе материальную помощь. Их абсолютно недалеки от реальной жизни жителей города. Далеки, потому что у них совершенно другие доходы, понимаете. Некоторые из них здесь живут номинально, а реально нет. Где вы их видите? С семьей, с женами? Где? На базаре, в детском саду, в школе? Скажите, не, ну где? На каких-то общественных мероприятиях, мероприятиях, на которых им нужно только попиариться и уехать дальше? Их не интересует судьба города. В этом и заключается основная проблема. Их интересуют свои личные корыстные цели. В этом направлении они двигаются, а мы как можем сопротивляемся этому движению, для того, чтобы город на сегодняшний день не материализировал перспективу, свою перспективу их. Однозначно будем обсуждать, однозначно будем работать дальше в направлении снятия секретаря совета. Однозначно будем людей с историей, понимаете, с запачканным именем, и мы однозначно будем с города сделать все попытки и принимать все действия для того, чтобы город освободить от этих людей. Вот и все. На самом деле наших горожан больше интересуют тарифы на воду и на землю. Поэтому, если у вас хватит мужества показать мое интервью в эфире, я хочу сказать, что, дорогие южненцы, депутаты никаким образом не влияют на тариф. Депутаты всячески стараются снизить, если не снизить, то хотя бы сделать его честным. А вся нечестность тарифа находится в ответственности исполнительной власти, то есть исполкома. Теперь о секретаре совета. Почему не состоялось? Потому что миски, голова и депутаты не нашей фракции побоялись, что не получится, так сказать, голосование, задуманное ими. Вот и все. Мы готовы были на голосование. Я удивляюсь, потому что я как бы косвенно мэру побеждал, что вы все-таки побеждаете. Мы, к сожалению, не набираем достаточного числа голосов, чтобы противостоять вам в этой вакханалии. Об депутатов, ну, слава богу, не об нас, исполнительная власть вытирала ноги три дня подряд. У них были кулуарные собрания. Трижды миски, голова, так сказать, с написавшим заявление об уходе, секретарем совета собирал их и пытался навязать свое мнение. Ну, тем не менее, я рад, что люди все-таки смогли показать зубы. И у них не получилось голосование, не складывалось голосование так, как они хотели. Ну, хотя бы где-то, значит, депутаты становятся, начинают становиться депутатами, наконец-то депутатами города, а не, так сказать, присмыкающимися перед тем, перед той властью, что у нас происходит в городе, исполнительной. Я, нас люди еще и на прошлой сессии подал заявление. Это выделили все средства информации, в том числе и вы. Любые решения в депутатском корпусе, депутат, это предмет каких-то договоренностей. Договоренности о преемственности, о замене кадров и так далее и тому подобное. Поэтому там возникли моменты, которые так все посчитали, участники этого процесса, посчитали, ну, кроме тех, кто выступал сегодня, не знаю, посчитали, что это лучше рассмотреть на следующей сессии. Вот и все. Заявление мое остается. Я весь намеренный, так сказать, уйти из этой должности. Если будет такая возможность, мне предоставлять другую должность, я соглашусь. Мы очень надеемся, что есть проект закона в Верховном Совете, что будет принятый закон, будет принятый закон про структуру органов местного самоуправления. Именно сколько у мэра должно быть замен, замен по направлению и так далее и тому подобное. Вот этот момент есть. Ну, есть, я же говорю, есть еще чисто моменты договоренности, межфракционные и так далее и тому подобное. Один из вариантов, что к этому времени будет принятый Верховным Советом в сентябре закон про органы местного самоуправления. Согласно этому закону будет расписано, закон предусматривает замы освобожденные. У нас каждый зам является начальником управления, кроме секретаря. А этим законом запрещается совмещение целой ряд других моментов. Если это совпадет, значит, мы учтем те решения, или вернее, те нормы закона, которые будут приняты. Если этот закон не будет принятый к следующей сессии, значит, будем рассматривать его в тех проектах, которые, в принципе, должны были рассматриваться на этой сессии. Если у нас сейчас же мы приняли такие порядки, что как минимум месяц должны висеть все, так сказать, проекты, проекты на сессию на сайтах, но я думаю, что это где-то, наверное, будет 2 декабря до сентября. Смотрите, если вы уходите с должности секретаря, вы как бы себе прогнозируете, планируете стать замом, правильно? У меня не сделано такое предложение мэром. Если это будет, так сказать, осуществиться, осуществиться или реализуется, тогда я буду продолжать трудную деятельность в городе Южном. Если нет, мы тогда с вами попрощаемся. Мы не нашли компромисса с депутатами. Мы эти вопросы долго обговаривали, встречались, обсуждали. И кадры вопросов – это всегда сложные вопросы. Мы должны были договориться и с руководителями и фракций, и депутатских комиссий, и с депутатами. Поэтому вопрос был перенесен чисто из-за того, что нету договоренности определенной. И мы перенесли на следующую сессию. До следующей сессии мы все вопросы вырешим, договоримся, депутаты примут решение. И мы на сессию уже выйдем с решением, о котором была предварительная договоренность. Ну, в целом, вы знаете, сессия была непростая. В преддверии сессии вы знаете о том, что было официальное заявление. И было мое распоряжение об обеспечении порядка. Перед мэрией, на площади мэрии, должны были проходить митинг с привлечением людей. Не только жители города Южный, а должны были приехать люди и за пределы города. Я думаю, что вопрос ставился так, чтобы сорвать сессию. И вопросы ставились о тарифах, которые мы абсолютно не рассматривали на этой сессии. Повестки дня не было. Главное, искали повод. Поэтому, безусловно, здесь мы сделали все, чтобы был порядок, чтобы обеспечить, скажем так, порядок проведения сессии. И были планы, насколько я знаю, о срыве сессии, чтобы войти этими людьми в зал, сорвать сессию. Поэтому некоторые силы, некоторые люди хотели с этой сессии просто сделать шоу. И вот этот Николай Николаевич Амуравский выступлением 28 раз, или сколько там мне сказали, что он практически с трибуны не сходил. И, ну, все это к этому готовилось. Ну, в принципе, все вопросы сессии рассмотрены. Все 50 вопросов. Некоторые вопросы были сняты. Некоторые на доопрацевание, на следующую сессию будут выноситься. Поэтому жизнь идет, сессия работает, решения принимаются. И все те вопросы, которые выносили, они, безусловно, обговаривались и с юридическими службами, и с специалистами. И все вопросы рассматриваются в порядке и на законодательном уровне, в правовом поле, и регламента сессии. Поэтому я уверен, что там абсолютно никаких нарушений не было. А то, что говорил Муравский Николай Николаевич, он будет обжаловать, и я даже приветствую это. Пожалуйста, пусть обжалуют, и мы посмотрим, если у нас какие-то ошибки в введении сессии. Поэтому, а то, что крик, шум, и хотели там сделать этого шоу, выводить Муравского, чтобы это, ну, как бы о себе заявить на город. Ну, понимаете, это мелкие шутки такие, это больше похоже было на, ну, скажем, неприличное поведение депутата. Я не хочу больше о нем говорить, потому что не хочу упускаться до его уровня. Я хочу сказать, что переговоры я веду уже не один день и не одну неделю с депутатами. Я собираюсь с депутатскими группами, с депутатскими фракциями, с отдельными депутатами. В последний раз перед сессией мы собирались, у нас было, ну, я не знаю, на процентов 70-80 депутатов, которые я тоже вел переговоры. Это мое право, право мэра, міського головы, встречаться с депутатами, с теми, которые я вважаю за потребность. И это абсолютно нормальная норма такой співбесіди. Понимаете? Потому что кто-то меня может упрямить. Я с этим и должен встречаться, с другими я не должен встречаться. Это я определяю, с кем мне встречаться, с кем мне встречаться. Поэтому я веду нормальные цивилизованные переговоры. И то, что когда-то меня упрекали, сейчас упрекают, что я где-то на кого-то давлю, что я где-то кого-то там, я не знаю, принуждаю, да, это абсолютно неверно. Ну, да не в моих правилах вести такие переговоры. Понимаете? И как депутата можно заставить? Если у него есть своя точка зрения, он ее отстаивает. И отстаивает и в сессионном зале, или там на заседании депутатских комиссий. И я и в дальнейшем буду встречаться с депутатом, с теми, с кем я считаю за необходимым. Я знаю, на сегодняшний день уже шесть кандидатов в секретаре. Шесть кандидатов. Нет, я не буду сегодня говорить. В принципе, я могу сказать, что мое предложение было размориться, который работает на детском припорте в заводе. Это была моя кандидатура. Ну, а там были другие нюансы. Кто-то был за, кто-то против. Я смотрел, набирает ли эта кандидатура голосов. Количество нет. Есть вопросы по Игнатовскому, его увольнению, о его дальнейшей работе. Вот эти все нюансы мы должны с депутатами просто утрясли, поставить все на свои места и выйти уже, скажем так, на сессию, в сессионный зал с каким-то определенным мнением депутатов. Ситуация покажет. Ситуация покажет. Может, другая кандидатура возникнет. Может, такое быть. Может, что-то по Игнатовскому, по работе, что-то может измениться. Ну, жизнь идет. Все, всякое может случиться. Поэтому здесь нельзя сказать однозначно, будет так или иначе. Ну, я думаю, что мы обязательно найдем компромисс. У нас, скажем так, я работаю уже 12 лет. И было несколько созывов депутатов городского совета. Мы всегда находились с депутатами компромисс. Мы всегда находили решение. Я думаю, и сейчас мы найдем обязательное решение. Но, вы понимаете, сегодня вывести на тот уровень беспорядков, который есть, к сожалению, в других городах. Видят люди по телевизору, что делается. А как проходят сессии там в Одессе? Ну, по всей Украине. И хотят это перенести через эту призму вот этих беспорядков, принести в Южный. И обязательно, ну, как это так? В всех городах такие проходят с захватом сессионных залов, штурмуют мэрию. А у нас идет это свободно. И вот некоторые хотели, некоторые жители нашего города, я хочу сказать депутаты, жители нашего города тоже показать, что в Южном тоже не все в порядке. Давайте мы будем захватывать мэрию. Давайте мы будем проводить митинги. Давайте мы будем камни в окна кидать. Давайте мы будем что-то дебоширить. Как везде. Почему в Южном должен быть порядок? Поэтому с этой сессии и хотели сделать шоу. Понимаете? Но им это не удалось. Я думаю, что в дальнейшем этого тоже не удастся. Поэтому я за то, чтобы в городе был порядок, чтобы в городе проходило все, скажем, в рамках правового поля. А нарушать никто не собирается. Поэтому жизнь и жизнь. Поэтому я, например, за это переживаю. Я переживаю не за сессию, я не переживаю только за кадровую политику. Я переживаю и за то, чтобы в городе был порядок. Просто, чтобы в городе мы не превратили этот город в хаос. Тем более у нас сегодня отдыхающих, наверное, десятки, десятки тысяч людей. Это сразу получит распространение на всю Украину. А те люди, которые это хотят сделать, они как раз этого и хотят. Чтобы город выглядел в кривом зеркале на всю Украину. А я за это очень переживаю. Чтобы этого не было. Потому что мы этого не достойны. Вчера Винтовский в интервью сообщил, что уже рассматривает ваше предложение стать заместителем. Да, будет рассматриваться вопрос о его дальнейшей работе с заместителем мисковой головы. Я думаю, что он, когда работал заместителем, у него это получалось. И те вопросы, которые он вел, курировал, были на уровне.